Дело в том, что существует в нашем мире, где мы живем, некая вещь, которая называется вертикальная скорость. Там диапазон 7 описан, реализационный диапазон 7 описан, что время это самый страшный разрушитель в этом мире. А так как временной диапазон захватывает желание и интерес, его конец это интерес, то гореть ты будешь как раз в желании и интересе. В чем прикол? Вот эта неудовлетворенность постоянная и надежда на то, что вариант появится или предложит вариант, человека что? Доводит до чего? До иступления, до кипения. И превращает его в дурака, в мясо, в робота, понимаете? И что нельзя время отменить, ну эту вертикальную скорость. Никак нельзя ее отменить. И именно поэтому говорят, что человек будет гореть вот в надеждах и вариантов пожизненно до тех пор, пока не откажется от этого. А человек, который уже ничего не хочет, есть такой тип люди. Это вот как раз прямой классифицирующий признак психбольного. Он уже ничего не хочет. Это уже труд. Это уже труд. А он лежит и все, ему уже больше ничего не нужно. Это приблизительно то состояние, когда вот эти человека били, 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 били и забили до полусмерти настолько, запугали, забили, что он уже в принципе согласен на что? На любое существование. В принципе уже все равно. Он человеком быть уже переслал. Потому что человек, который вот еще горит в желаниях и интересах, он еще не потерян. Если у него есть желания и интересы какие-то, в которых он горит и от которых ему плохо. то, так сказать, еще, так сказать, есть что сделать. Когда человек уже лежит, все, ему уже забили доску ногами, вот эти обстоятельства жизни и так далее и тому подобное. Он уже никуда ничего не ищет, все, неправды, ничего не ищет. То это вот как раз первый классифицирующий признак психбольных. А после этого наступает что? Следующий этап жизни человека. Он перестает себе вообще отдавать отчет о том, что происходит. Поэтому я всегда говорю, и Павлович всегда говорил, что самый страшный момент, да, это когда человек не понимает с кем он разбирает. Это самый страшный. То есть это как раз после. Ничего не хочу. Это уже очень. Это уже конец, с которого очень тяжел возврат обратный. Тяжел. У него же, знаете, уже инстинктов даже нет у этого человека. Даже инстинкта самосохранения нет. Уже даже уровень инстинктов, последний уровень, последний предохранитель инстинкта, даже он исчез. Уже все. Я таких видел в жизни тысячи людей. Обратите внимание, кто себя так ведет? Это люди, которые выросли в определенных условиях. При вот этом милицейском государстве. То есть люди, которые считают, что их обязательно кто-то защитит, кто-то за них что-то сделает. Кто-то им поможет. Понимаете? Все само по себе произойдет. Уже в 90-е, например, таких людей не было. То есть у тебя там цена человеческой жизни была никакой. Почему человек с войны приходя, он меняет полностью ценности, да? То есть у человека, который прошел войну, одну, вторую, у него другие ценности в жизни. Но он цену жизни знает. Человеческий. И знает, что такое жизнь. Потому что тот, кто не видел смерти, жизни не видел никакой. Понимаете? Так. Спасибо. 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 Спасибо.